На Е-каталог вы можете сравнивать цены в интернет-магазинах, получать информацию о товаре, сравнить несколько товаров между собой, посмотреть фото-видео и почитать отзывы. Имеются фильтры по цене, производителю и так далее. Вы сможете сразу сравнить все необходимое и не метаясь в поисках по интернету, найти все обзоры и сведения об интересующей модели. Переходите на Е-каталог по ссылке в описании и подбирайте себе новую технику и инструменты. Е-каталог работает как в России, так и в Украине. Всех приветствую, дорогие друзья! Принесли смартфон Xiaomi. Проблема перестал загружаться. Дефект появился после небольшого залития. Сдали его на срочный ремонт, так как у владельца это единственный смартфон. Вообще, все залитые аппараты желательно сдавать на срочный ремонт, так как промедление в этом деле ведет к ухудшению последствий ввиду окислительных процессов. При попытке включить смартфон появляется заставка, после чего экран гаснет. Хотя, обратите внимание, батарея имеет высокий уровень заряда. Это не самый лучший симптом, и пациента придется вскрывать. Но главное, чтобы вскрытие не показало, что пациент умер от вскрытия. А то такое часто бывает у начинающих ремонтников. Поэтому с осторожностью извлекаю крышку при помощи пластиковой карты. И сразу же видим со внутренней стороны следы попадания жидкости. Вытираю их. Отключаю шлейф сенсора отпечатков и откладываю крышку. Что нужно делать дальше? Считаю, что стоит извлечь плату, снять все металлические краны с нее и проверить, нет ли где на ней следов жидкости. Выкручиваю винты крепления. Извлекаю крышку с антеннами. Далее обесточиваю плату, отключив шлейф батареи. После чего можно смело отключить все остальные шлейфы. Обнаружил на плате немного жидкой субстанции. Рядом со шлейфом кнопок управления. В дальнейшем нужно будет все это очистить. При отключении шлейфов попутно проверяю состояние их контактов. Больше всего пострадали контакты шлейфа течскрина. На них следы окисления. Сначала просто протираю контакты бензином галошей. Позже еще осмотрим этот шлейф под микроскопом. Потому что мне не очень нравится состояние данного контакта. Уж очень похоже на обрыв. Отключаю все остальные шлейфы. Один из которых находится с обратной стороны. На корпусе слота для карт памяти и сим-карт белый налет. Это все следы окисления. Извлекаю с платы первый экран. Он держится на фиксаторах, расположенных по периметру. На элементах под крышкой все чисто. Очевидно, жидкость до сюда не успела добраться. Открываю второй экран. Здесь на самой крышке какой-то налет. Очищаю. В общем, сама плата не особо пострадала. Жидкость попала только в эти места. И с обратной стороны. На слот и на компоненты рядом с разъемом для гарнитуры. Ничего страшного здесь не вижу. И думаю, что будет достаточно просто сполоснуть ее бензином галошей. При этом нужно проследить, чтобы жидкость не попала в микрофон. Так как это может вывести его из строя. Закрываю вверстия микрофона пальцем и обрабатываю плату. При залитих лучше очищать платы в ультразвуковой ванне. Но за ее неимением вполне сойдет и такой способ. Тем более, что случай не из самых тяжелых. Плата обработана. Слот полностью не удалось очистить. Но на работу это повлиять не должно. Протираю посадочное место платы и контакты всех шлейфов. И наконец, давайте посмотрим под микроскопом, что там со шлейфом тачскрина. Опять же, не вижу здесь ничего страшного. Немного темного налета. И слегка так растворился этот участок контакта. Вряд ли насквозь. Очищаю контакты грубым механическим способом. Соскабливаю пинцетом и скальпелем. Судя по металлическому блеску, данный участок действительно цел. У основания контакт также не разъел он насквозь. Посмотрите на календарь. Наверное, сегодня праздник какой-то. Потому что такие контакты при залитих обычно сжирает насквозь. А может быть это из-за того, что владелец оперативно принес аппарат в ремонт. Как я и говорил, время в таких случаях играет критически важную роль. Наношу на контакты густую силиконовую смазку, чтобы законсервировать очаги коррозии. Никого не призываю делать в подобных случаях так же. Это лишь мои личные предрассудки. Считаю, что так будет лучше. Думаю, что все необходимые процедуры со смартфоном были проделаны. Следы попадания жидкости убраны. Окислы очищены. И можно установить плату на место, чтобы проверить, заработает ли аппарат. Все шлейфы подключены. Нажимаю кнопку включения. Появилась заставка. Смартфон загружается. Андроид запустился, как в первый раз. Наверное, владелец сбрасывал аппарат, думая, что так можно его осушить изнутри. Оригинально. Можно было еще в рис его окунуть. Но, к сожалению, это так не работает. Аппарат требует ввода Google аккаунта, который был введен до сброса. У меня, конечно же, нет нужного аккаунта. Поэтому смартфон не смогу полностью проверить. Но, судя по всему, аппарат сейчас работает вполне исправно. И можно его собрать. После сборки особо протестировать его так же не смог из-за аккаунта. Но смартфон сейчас включается, заряжается, звуки издает. И в целом работает нормально. Самопроизвольно не выключается и не зависает. Спустя несколько дней после ремонта спросил владельца по поводу работы устройства. Ответ можете прослушать. Алло. Здорово. Ну, как вам у тебя смартфон-то? Да, все нормально, все работает. Спасибо. Проблем нет там? Все работает? Нет, нет. Да, лучше, чем прежде. Ага. Ну, все хорошо. Тогда удачи. Все, спасибо большое. Ага, давай. На этом мой срочный ремонт завершен. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.